Привет, ребят! Прежде чем начнем влог с дачи, хочу сказать, что у меня есть новость для всех, кто еще учится. Надеюсь, что таких у меня еще много. Вы слышали про новый проект, называется «Я профессионал». Это такая масштабная образовательная олимпиада, новая программа для студентов самых разных специальностей, любых вузов. Олимпиада проходит в несколько этапов, основной из которой — ответы на вопросы по вашей специальности. Вопросы больше рассчитаны на студентов старших курсов, но и первокурсники могут испытать себя. К тому же участие в олимпиаде бесплатно для всех. Но самое главное, за участие в ней можно получить денежные призы. 200 и 300 тысяч рублей или сертификат для поступления в магистратуру или аспирантуру престижного вуза. Вот что нужно для этого сделать. Пройти онлайн-регистрацию до 1 декабря, пройти отборочный этап онлайн, принять участие в заключительном этапе. Он будет проходить в разных вузах, где и выберут победителей олимпиады. А для самых любознательных при вузах будут работать зимние школы, в которых можно будет получить новые знания от лучших преподавателей страны по своей специальности. Более подробную информацию читай по ссылочке под этим видео. Короче, обсуждаем слова песни Скриптонита «Где твоя любовь?» и в шоке. Я никогда не задумывалась, что он поет, когда он поет вот так. Он поет «Штурвалы, лавэ, лови эту лавэху». Что? «Штурвалы, лавэ, лови эту лавэху». «Где твоя любовь, детка?» Блин, похоже, что у меня просто размазаны губы. Сейчас, включу и послушаемся вместе. Эту лавэху. Ты сейчас это услышала? А-а. Я всегда думала «танцуй, лавэ, лавэху». Он поет «танцуй, пока в воздухе лавэ», что значит типа «love», «любовь» на английском. А потом он поет «лови эту лавэху». Не-не-не, это та же помада, что хочешь, потому что все мои старания сейчас... Не-не-не-не-не, там есть блеск. «Это я просто уведу твою тёлку, и она будет танцевать мне». «Что за текст?» Не знаю, это единственная одна из немногих его песен, где текст почти весь понятен, кроме припева только. Мне кажется, что это благодаря мейджор-лэйзер просто. Кстати, ребят, пока не забыла, хотела вам рассказать то, что недавно мы с Кариной снимались в программе «Стиль за 90 секунд». И вы можете уже сейчас увидеть первый выпуск этой программы. У нас там с Кариной «Битва луков». Я была лучше, поскольку я считаю, что я была лучше, поэтому я вам рекомендую голосовать за меня. И я, конечно же, оставлю ссылку в описании под этим видео, но это не самая крутая новость. Суть в том, что сейчас мы там спустили конкурс на фото. Обязательно заходите, посмотрите на это видео и на сам конкурс, потому что вы можете выиграть крутые сертификаты. Так что, ну реально... На покупки. На покупки, да. Так что реально не пропустите. В магазине «Ость». Не пропустите, обязательно зайдите, посмотрите. Ссылка в описании. И вас ждет еще два крутых выпуска. А еще мы снимались с нашими молодыми людьми, Юля Сослава и я с Оскому. Так что там вообще четыре выпуска с нами, где мы ведущие. Офигеть. И подписывайтесь на Остин. У-ху! Так что вот, ссылочка в описании. Я сегодня утром пишу, Юля, Юль, мы заедем в МАК, типа, мне надо знать, кушать мне дома или нет. И она говорит, что за идетский вопрос за ее такая. Просто я даже не... Ну типа, блин, вдруг ты подумала, что так как, не знаю, может быть, ты опаздываешь и... Три, четыре! Затопило городские улицы. Я знаю тысячи причин, чтоб ты меня пригласил в кафе. Как преодолеть мне пропасть между нами, ночью думаю лишь о тебе и повторяю. Как преодолеть мне пропасть между нами, бьется сердце дико, так и я недоумеваю. Почему, ну почему, я ищу твои глаза, вроде взрослая уже, все же верю в чудеса. Почему ты избегаешь разговоры по душам, этим сильно напрягаешь, знаешь, так ведь нельзя. Дошло, знаешь, что сейчас? Мы с тобой несколько лет ездим на дачу и поем чужие песни. А, я выключила. Психанула. Когда очень рад, что слушаешь песни подружки. Да, на самом деле, если случайно это испортил момент, мы могли бы продолжить. Ты был Кушман, да? Серьезно? Ольга, специально было? Не знаю, аранжировщик так сделал, но мне понравилось. Я когда-то слышала, да, это самый лучший момент в этой песне. Мне очень нравятся куплеты этого парня. Позитива. То есть, мне кажется, знаешь, вот, когда бывает в группах, есть какая-то вокалистка и какой-то чувак на подпевках, обычно этого чувака на подпевках, ну, типа, никто не замечает, и, типа, думает, зачем он здесь, а в этой группе он так, ну, хрень, поют. Обожаю эту песню, она самая любимая на втором месте только. Все уходят со своими дальше. Притусы, иди ко мне, я развел огонь в унисон твоих танцев. С неба падает, я не ликую. Я веду к тому, чтобы свести потери к минимуму, выжимаю максимум. Я веду к тому, чтобы гнуть свою линию и сказать, что все вы так себе, не хуже или лучше. Просто так себе, как бывшие суки и вчерашние пацаны, что всякий раз мне кричали, да, завязывай, быть на связи, да нет. Мы поднимаем бокалы вверх и видим сверху, Бросаю чего-то с прошлым сожалением. Понятно, сколько это? Все возможно, все возможно, хотя бы на одной из девяти планет. Ставить след, ведь нет твоей любовь, когда твой взгляд Давно не шплю, давно не шплю. Тебе спать не советую, не то я просто уведу твою тёлку, и она будет танцевать мне. Я берегу тебя, но не держу тебя, Ты всё в моей жизни, Но если так нужно всевышнему, Я отпускаю тебя, я отпускаю тебя, На берегу стою другом я, И ты читаешь мои мысли. Я не встречал такую, Когда ты рядом кайфую, Как твои дела, бэйба? Твой танец беззатешен. Это самое ужасное, что я видела в своей жизни. Раз, два, два, три. Юля придумала танец, чуть-чуть позже вам покажу. Я собираюсь показать тебе танец. А? Показать тебе танец. Юля сама придумала. Готов? Когда ты прыгал, как в телевизоре там? Как? Давай показывай. Смотри, смотри. Раз, два, три, четыре, раз. Ну что, класс? Класс, да. А в конце, в конце, вот так. Слушай, у тебя олимпийский Показать пара. Танец есть. О, песня есть. Мы снимаем документальное кино. Ты снимаешь? Да, ты готов поучаствовать? Про одну популярную певицу надо пару вопросов ответить. У нее сингл. Скорый альбом выходит, через пару лет. Нет. Привет, дедуль. Привет. Можно мы тебя поснимаем? Можно. Ура! Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу моей песни? Вот, которую ты пела? Ага. Хорошо, мне понравилось. Да. А клип? По клипу. По клипу. А, клип тебе понравился, дедуль? Я про клип говорю-то. А песня? А песня понравилась? Ну, песня же в клипе была-то. Ну, да-да. Ну, да-да-да. Понравился. Какой момент самый запоминающийся для тебя в клипе? Что больше всего тебя рассмещило? Рассмещило, когда Славка может, что-то на ящик открывает, а там банан падает. Да-да-да. Я только смотрела два раза клип, нет, больше, и все разы смеялся над этим. Это классно. А мне больше нравится, как ты с воздухом разговариваешь. Ты тоже не на меня смотришь. Что за прическа у тебя такая? Я хочу сделать хвостку, у тебя у меня чел. Вы большие кроши, да? Да не, нам обычные можно. Чеш, точнее, мой второй подбородок. Знаете, я теперь стала любить длинношерстные. Тебе, я так сполагаю, камеру тоже менять? Кто помнит эту кухню, ставьте Лукас. История по Юлиным фотокарточкам. Это Гоша. И это все тоже Гоша. Вот здесь очень много фотографий. Очень много фотографий детей. Видите, как дедушка любит своих муков. Вот так, много очень. И конфетки. Будете? А я, наверное, нет, я же не люблю тортики, дедуль. Хочешь тортик, Карин? Не знаю, смотря какой, но вообще, если даже буду, то очень-очень мало. Ну, какой, вот, видишь, спустовый. Ну, нет. А? Или да. Будете? Вообще, я не очень тортики люблю. Я как ты. А ты хочешь, дедуль? Не знаю, любите, я люблю. Ты нам, что ли, купил? Конечно. Да ладно, ничего. Семену, что случилось? Тогда давайте попробуем. Тогда не вежливо. О, тарелка положи. Чтобы второй подбородок не было видно. Видите, его не видно. Что, ну, дорогой, а что мы меняем с тобой? А-а-а. Ты выбрать не можешь. Похоже на чизкейк запеканочный. Запеканочный чизкейк. Да, похоже на запеканочку. Не так уж и плохо? Да. А вот так, если? Не надо. Не надо. Слушай, давай я по-своему. Хочешь поставить? Я две штуки привезу. Эту поставлю на твою спальню. Здесь и здесь. Да, ты говорила. Ну, как я сейчас интернет-то? Чё? Вот здесь-то. А, да нормально. Здесь есть Wi-Fi? Да, прикинь. Ну-ка, пароль мне. Не, я не знаю его. Он далеко. Да он тебе не нужен. Нет, пароль у меня есть здесь. Это что, клубничка Пушин? Угу. Я, короче, решила себе челку отрезать. Нет, ладно, шутка. Просто я сделала ее, чтобы, типа, поугарать. Вот скажите, пожалуйста, вы считаете это нормально, что девочка ходит в таком пуховике? Он офигенский. Правда, в нем уже не так тепло в такое время года. Но я в нем ходила зимой и летом одним цветом. В принципе, блин, в кадре он классно смотрится. Да он офиген, ё-мэ. Да он здоровый, но под него можно надеть еще одну куртку. Это да. Там кирпич, мы туда пойдем? Да, брат, пошли. Мы решаем законы. Не, реально, почему мне кажется, что он мне сейчас, этот кирпич? Не ходи... Ой, я хочу вот этот салон-то оторвать. Ой, мороз, мороз. За сколько денег ты бы согласилась там походить? Не знаю, я в детстве слышала истории, что там какая-то девочка, короче, решила поплавать. Ну, слышишь? Так. История очень важна. Говори. Какая-то девочка в детстве решила поплавать в этом самом пруду. Юля Пушин? Не-не-не, какая-то другая девочка, ее какое-то чудовище засосало вниз. Слушай, ну, это очень хоро... Ой, шатается, я надеялась. Не, 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 не надо. Чувак, слышь, это вообще-то... Подожди, наше топ-популярное видео с того же начиналось, и я туда пошла. Я не знаю, что это до конца заледенело в минус два. Слушай, ты права. Это даже не минус десять. Слушай, ну... Все-таки логика немножко присутствует, не правда ли? Ну, выглядит как будто... Давай кинем что-нибудь. Тебя. Камень, найди камень. Реально. Как я тебе под снегом буду камень искать? Слушай, глазами. Я предлагаю сделать кружок, и в этом кружке... Найти камень? Мы найдем камень. Потом мы вернемся на исходную и поверим. О, вот так красиво, очень. Гости звала, как сверкали эти, чё-то на рассвете. Блин, а тут реально малина. Я говорю, малина. Ну, мне нормально, мне вообще в кайф. Не, мне как бы терпимо, но долго я гулять так точно не смогу. Слушай, я нашла кайф. Ну, это, наверное, их. Да. Ну, кайф тоже не чей-то, он природы. Ну, природы можно отжимать. Давай споешь. Мы здесь, кстати, вот на этом месте примерно пели джанра песни. Что делать, я не знаю. А я уже не помню их. А, это другая песня. А, это вообще слава. У меня, я не знаю, у меня такое бывает, что я хожу дома, убираюсь и пою песню какую-то. И только потом я понимаю, что это песня славы. Я думаю... Вот вам интересно это было знать? Меня так бесит то, что людей бесит то, что я слушаю песни своего парня и восхваляю их максимально. Потому что, блин, он мой парень. Ну, не только поэтому. Мне очень нравится его музыка. Моя бабушка говорит, что это замечательно. Вот знаете, как приятно показывать своей бабушке песни твоего парня, потому что они чудесные. А вот как бы я показала бабушке песню, в которой поётся про бургеры и про то, что ты там жрала чё-то? Вот как бы я своей бабушке такую песню показала? Ну, мне кажется... Ну, я имею в виду, что, блин, ну, у меня гордость за своего мальчика. Я хочу, чтобы все знали, что я горжусь своим мальчиком. Ой, кстати, вот это растение, его отрываешь, ну, на пол кутёшь, и они хлопаются. О, слышала? Или это снег? Я точно знаю. Да, слышишь? Ты слышишь? Что вы говорите? Раз, 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 это хамер. Блин, я переключила камеру, невозможно. О, у тебя получилось. Раз, 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 это хамер. Хатлас. Не получается, вот этот возьмём. Но я не смогу его нести. В смысле? Попробуй. Можно его пинать. Давай, допинаем. Блин, тебе долго пинать придётся. Ты верю, что сможешь всю свою жизнь пинать? Ай, больно. Давай вместе. Нет, у меня не тимбы, мне больно ногам, у меня чувствительные пальцы. Ну что ж, мы нашли камень. Дотолкали его до прудика. Капец, целый круг с ним идёт. Ужас. Ирина говорит, что он холодный, поэтому нести его она не хочет. Ну что ж, так как ты его тащила всё это время своими ногами, тебе выпадает великолепная возможность бросить его в этот пруд. Стой, вот здесь хорошая точка. Можешь подойти сюда тоже? Всё, дальше не подходи, Ротана. Там видно? Да. Я ж тебе говорила! А я хотела туда пойти, спасибо Юля за твой ум. Не за что. Она кинула и оттуда водичка пробилась всё-таки. Ну что, там было видно, что он... Блин, хочется ещё что-нибудь покидать. Давай ещё круг сделаю. Ребята, возможно, вам немножко в плохом качестве всё показывает, но суть в том, что я хочу рассказать вам про то, что это мой подарок Юле на Новый год. До 19 лет. Это двойной плед. Серьёзно? Да. А, ну у тебя, в принципе, это было и то, и то, по-моему. Слушай, нет, так нельзя. Но это на ДР было. Хорошо, она ДР, но у неё ДР за несколько дней до Нового года. И, в принципе, всё логично. Это двойной плед, который служит вроде ещё, типа, ну, двойным типа халатом, наверное. Ну да, да, да. Здесь, короче, можно вдвоём, типа, завернуться как халат. И чё, продолжаю. И она его привезла сюда как ненужную вещь. Она всегда мне рассказывает про... Ну, я нет, не надо писать гневные комментарии, потому что я говорю сейчас всё это несерьёзно. Мне абсолютно всё равно. Вы конечнитесь. Я шучу. Но, не знаю, просто хочу, чтобы вы знали. Да просто не пользовались. Вот видишь, подарки ты даришь какие-то. Да в смысле? Ты мне вообще в этот раз ничего не подарила. На ДР? Да. Ты уехала? Ты на ДР меня не позвала? У меня не было ДР? В смысле? Да ладно, мы шутим. У тебя было ДР, ты меня не позвала. Так вообще я его не отмечала. А, в Дубай. В Дубай ты должна была быть там со мной. Ты сказала, нет, я не поеду. Ты не позвала меня в Дубай. Да в смысле? Да, в смысле? И подарка нет. Ты ко мне на ДР не приходила? Да. Я сказала, просто кушала там? Кушала. Слушай, ну насколько я наела, настолько подарок я и подарила. А я ничего не ела, поэтому подарок ты не получила. Слушай, ты ужас. Ладно, это все шутки-прибаутки. Мы уже так давно друг друга знаем, что подарки это необязательная часть нашей жизни. Но желательная, да, Юля? Да. Я скоро ДР, как будешь праздновать? Ты не знаю. Ну-ка. На этот содин, Евгения, я хочу получить от тебя подарок айфон 10. До свидания. Нет? Столько воспоминаний с этим нестом. Помнишь, как мы здесь ставили зеркало, садились и красились? Где оно? Его нет уже? Нет, конечно. Жаль. Бобик. Ой, буковки. Я сюда тоже вещички всякие какие-то привезла. Которые тебе дарят твои друзья? Ну да. И такие тоже. А, кстати, крест, который ты мне армянски привезла. Что, серьезно? Вот это уже неприятно. Где он? Чувак, что он у меня там стоит? Он, понимаешь, не подходит под мой декор. Подари мне что-то подходящее под декор. Пусть это будет армянское. Он будет стоять. Куда я его должна по-твоему постоять? То есть ты хочешь сказать, что хинкали, которые висят у тебя на... Они висят. Да, понимаешь, если бы это был какой-то прикольный магнит, да. Но куда я это приклею? Отвечай бы так. Здесь отличное место. Я бы поставила куда-нибудь ненавидное место, но дома. Вот представь, что у тебя новый ремонт в твоей новой квартире. Все такое. Все поняла. Все классно. И стоит у тебя вот эта деревянная... Я к тому, что по стилю не подходит. Хорошо, я поняла. Он сенебряный, позолоченный хотя бы. Деревянный ему не нравится. Ему. Она и я, и я. Блин, ты помнишь, насколько это было далеко? Когда мы кричали сына, это было... Когда мы были мелкие, типа, очень далеко. А сейчас это через руку просто, вот практически. Не через руку, конечно, но вообще, да. Сейчас мы такие большие, высокие. Нам кажется, что это совсем рядышком. Ну, на самом деле, да, так и есть. Когда мы были маленькие, нам продолжится далеко. В общем, спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на Карину в инстаграме и на канале. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Я буду очень рада, поверьте. Вот, ну, и будьте счастливы, здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok